здравствуйте уважаемые коллеги немного о культуре речи девушка поступает театральное училище проходит турки читать стихи комиссия девушка выходит волнуется спрашиваю дорогуша что вы нам прочитаете лермонтов поэт комиссия переглянулась она сказала поэт она правильно произносит это слово с ней занимались сценической речью пожалуйста пожалуйста слушаем вас погиб поэт невольник чести пал оклеветанный молвой и так далее владимир долинский наш знаменитый достаточно актер комедийный он тоже рассказывал про себя кстати о самой иронии когда я поступал в театральное училище а я сильно шепелявил дикция такая была не очень устойчивая и я еще выбрал читать симонова ты помнишь алёша дороге шмаленшина сказать что комиссия лежал горизонтально вот ничего не сказать меня приняли приняли условно с условия что я принесу справку от врача что мы шепелялись можно вылечить я принес такую справку меня вылечили вот слава богу видите комиссии все хорошо отнеслась а то мы потеряли такого гениального актера еще о педагогике вот педагогике с такой принцип дидактический принцип наглядности не понимает почему-то как картинки показывать фильма нет наглядность объяснение на пальцах за что люблю военную дидактику там всегда очень наглядно для солдат срочной службы объясняется часто сложные вещи вот даже сейчас помню у нас в ракетном дивизионе в классе электротехники сел плакат типографский мистерство обороны издавала там картинка рота солдат идет по широкому бетонному шоссе она будет быстро не издевая друг друга и быстро доходит до точки назначения и же вторая картинка даже рота солдат идет по лесной тропе цепляются за деревья друг за друга мешаются и не гораздо дольше проходит такое же расстояние вывод вот так же и в проводах если проводник имеет широкое сечение электроны там двигаются свободно не мешают друг другу сопротивление мало если проводник имеет узкое сечение электроны мешаются друг другу и собственно сопротивление возрастает предельно наглядно хотя и неправильно нас же учили что электрический ток это направленное движение свободных электронов но свободный электрон двигается 70 сантиметров в секунду в металле а ток двигается со скоростью света даже не электроны на самом деле поле распространять со скоростью света то есть Наглядность может и помешать в настоящем понимании физических явлений, процессов и так далее. Но это вот все-таки принцип наглядности. Хотя бы на первых порах школьнику, солдату срочной службы или студенту надо объяснять многое на пальцах. А потом переходить к сложным формулам, всяким занудным научным вещам. Кстати, недавно я тоже прочитал, рассказывал из бывших офицеров, на рыбалке. Ну и вот тоже говорит, вот по лесу, в лесу, когда там атакуем, лючения какие-то, тяжело, там цепляемся автоматами, там, обменированием за деревья. И вот бывший офицер говорит, ну, он очень хорошо рядовым, а у меня еще планшет всегда цеплялся. Вместе тут офицерские планшеты, которые носили через плечо. Ну, кто-то из молодых рыбаков говорит, да ладно, дядь Миш, что ты ерунду-то говоришь, в те годы еще планшетов не было. Были, но другие, не электронные офицерские планшеты. Вот так меняется время, меняется понимание слов. Уважаемые коллеги, мы как-то говорили о том, что вот, скажем, длина локтя человека в 30 сантиметров, да, это вот локоть, яйца измерения, это как бы дистанция интимного общения, личная зона, в которую мы не любим, чтобы входили, и к другим людям не любим ходить. Вот представьте себе, вот общение на таком расстоянии, да, это интимная зона общения. Вот представьте себе, я вас обниму нежно и скажу, давайте заключим контракт на поставку металлургического оборудования. Ну, неправильно поймут просто, да. Вот, когда три локтя, метр, полтора метра, да, вот дистанции личного общения. Личное общение, ну, как сын с отцом разговаривает, муж с женой, вот так, прямо в семье, с близкими друзьями. Вот, вот далее полутора метров, там, до четырех, скажем, да, это уже дистанция делового общения. И вот стол между нами стоит, он как бы зрительно увеличивает расстояние. Мы можем говорить о деле, там, на совещании, в деловых разговорах и так далее. Вот, ну, скажем, комната для совещания, допустим, там кресло стоит в круг, больше, чем на шесть метров она не понадобится. Люди просто дальше четырех метров не разъедутся, просто будут плохо понимать друг друга. Ну, и ближе не сдвинулся четырех метров. Тогда получается деловой разговор. Вот, а вот четырех до восьми метров – это дистанция публичного общения. Ну, там, где оратор есть или выступающий перед аудиторией, и аудитория. То есть четыре метра, ну, можно заметить, да, вот там, Маркестрова, Вьяма в театре, большой проход там в концертном зале перед первым рядом. Ну, порядка четырех-пяти метров. Иначе просто как неудобно даже на сцену смотреть, слишком близко. То есть это вот… А восемь метров – это такой предел, когда хорошо видны глаза лектора, выступающие перед аудиторией. В больших конференц-залах уже ставят камеру, экран, и люди смотрят не на трибуну, где он маленький лектор, да, а вот на экран, на его лицо, хотят сохранять контакт с его глазами. Вот четыре-восемь метров – дистанция такого публичного общения. То есть, заметьте, да, вот в старинных университетах аудитория как строилась? Амфитеатром. Сейчас такие длинные, кишкообразные, и вот далее восьми метров студенты уже не участвуют в этой лекции. Они там играют в морской бой, фигнёй занимаются. Даже желая того, просто они плохо слышат, там, не то, что слух плохой, психологически они не участвуют в процессе, они дальше восьми метров. А в амфитеатре до каждого студента максимум 10 метров, и все, даже не желая того, участвуют в лекции, и профессор ко всем обращается. Вот надо бы и в современных вузах строить такие аудитории, а не эти кишкообразные страшные залы, в которых, собственно говоря, половина эффекта исчезает сразу. Для половины аудитории, во всяком случае. Очень низкий КПД. Знаете, коллеги, недавно прочитал в интернете, ну, правда, или нет, человек пишет, ну, наш человек, там, или иммигрант, то ли работает, там, в Соединенных Штатах. И он говорит, нас всё время пугают, да, что американцы у нас все сошли с ума, там, нельзя даме открыть дверь, помочь поднести сумку, там, пропустить в дверях. Она сразу в водосу, там, харассмент, сексуальное домогательство и прочее. Я, говорит, решил проверить, хотя я рискую жизнью. И вот я стал открывать дверь, помогать, даже сумку тяжелую поднимать. Так вот, это и мормонки, и католички, и беспартийные, как говорится, и даже мусульманки, ну, просто смущенно улыбаются, благодарят, и никто на меня не подал в суд. Может, и правда так. Хотя нам снушают, что там все сошли с ума. Ну, мы-то еще не сошли с ума, как бы там ни было. У нас принято, да, пропускать в дверях, открыть ей дверь, помочь, там, что-то тяжелое поднести, пропустить и так далее. То есть, это вот, собственно, вещь, в которой камель входит, дай бог, у нас так и останется. Или опять всегда мы же знаем, что вот у них на Западе принято, там, каждый платит за себя. Ну, здесь тоже разные варианты могут быть, да. Когда вы говорите, я приглашаюсь в ресторан, мужчину, женщину, там, не важно, да. Кто приглашает, тот уже подразумевает, что он и будет платить за всех. А когда просто по этим сходим в ресторан, это вполне как намек на то, что будем платить по отдельности. Вот компании друзей, так же пригласили его в ресторан, в первом входит тот, кто будет платить. Говоря, он как бы хозяин, он пригласил друзей, и транспортер уже понимает, что их там надо посадить. И этот человек главный, он будет потом оплачивать за всех. То есть вот такие вещи, которые коммерческие формы, они как бы такие мелочи, но как бы само собой происходят, да. Что раз уж пригласил девушку в кафе, понятно, что ты за нее будешь платить. Или у вас какие-то тесные отношения, или, может, наоборот, не очень тесные, ну, просто давай сходим в кафе, да. И вполне уместно заплатить по отдельности. Свою выбрала бы, свое. Так что это тоже, у нас всегда это веками вроде сложилось, так и должно быть, так и останется. А вот насчет того, что американки, оказывается, не очень-то обижаются на то, что вот наш человек подносит. А может, потому что он наш человек, они это чувствуют. Но американцы подали бы в суд, а тут чувствуют не наш, иностранец. Может, и это действует. У нас же поле другое, у нас глаза другие, не как у западных людей. Тут, в общем, интересная вещь, надо разбираться. Уважаемые коллеги, вот в связи с событиями на Украине, там, ну, премьер-министр снялся, там, много там чего происходит. Арсений Яцунька выносили с трибуны, там, за гениталией с букетом роз. Я что-то заметил, там у них какая-то манера странная появилась. То вот с этим букетом роз, то там новый премьер-министр избрался. Дарят цветы, да? Но цветы в какой-то помятой оберточной бумаге. Какой-то традиционной Украине, что ли, да? И самое главное, ну, с как вот подарить цветы? Но вас избрали там на премьер-министр, допустим. Ну, Рада назначила. Это ведь не праздник, не награда. Тяжелейшая работа, которую придется нести. Тут поздравлять-то не с чем, да? Мы однажды со школьниками работали в летних лагерях. Мы пригласили из Голландии консультанта. Ну, такой был пенсионер уже. Ну, он читал там лекции по экономикс. Ну, и школьники благодарны на прощание. Прощаясь с ним, подарили ему цветы. Он удивился, говорит, вот в моей стороне, говорит, мужчинам никогда не дарят цветы. Ну, у нас-то дарят. Но, опять же, будь это вот награда, президент ограждает орденами, допустим, да? Ну, какие-то более мелкие награды. Скажем, дамам букет цветов вручается. Орден, медаль, награда, букет цветов. Мужчинам никогда не дарят цветы. Или если уж дарят мужчинам цветы, какой-то очень заслуженный, там, пожилой человек, да? Это девушка должна подарить. Но когда мужчина мужчине дарит цветы, это наводит на какие-то мысли уже нехорошие. Тем более в официальном учреждении Верховной Раде. Да еще и в оберточной бумаге. Даже если у вас целлофан, у вас букет, вы идете куда-то в гости, хотите там хозяйке дома подарить, целлофан надо снимать. Дарят цветы только в чистом виде, ни в обертках, ни в коробках, ни в чем-то еще. Это для транспортировки. Интересно, что Верховные Раде Украины этого не знают. Но вы это знаете, и это будет камерфо. Продолжаем разговор о Казанских улицах. Но, скажем, в Советском Союзе, в городах таких железнодорожников, или возле железнодорожных вокзалов, в Казани в том числе, обычно всегда одна из улиц называлась улица Ухтомского. Ухтомский это был паровозный машинист. Во время революции 1905 года он вывез боевиков, дружинников из города, спас их от расстрела. Но, правда, его каратели потом все-таки расстреляли. Но это был герой советского времени, революции, и вот в честь его называли эту улицу. В Казани была такая улица, она вот от колхозного рынка, где трамвай ходит до ЖД вокзала. Сейчас ее переименовали, называется улица Бурхана Шахиди. Но, опять же, по старой традиции, никаких табличек, обелисков, памятных знаков, кто такой Бурхан Шахиди. А это, кажется, уникальнейший человек, татарин, который по-энциклопедическому определили величайший государственный деятель Китайской Народной Республики. Родился он здесь, в Уинском уезде. Они с братом занимались книготорговлей, где-то на Нижегородской ярмарке. И в Казахстане человек, тоже татарин, из Семипаладинска, из Казахстана, приметил его и пригласил работать бухгалтером в свою фирму. Тоже у него в какой-то торговле там. Он поехал туда, потом перешел в Китай, Синьцзянский округ. Уйгур Синьцзянский сейчас называется. Ну, там вот уйгуры, мусульмане. И там он, значит, стал работать, продавать. Ну, и дальше как-то он пошел по политической стезе. И более того, возглавил этот округ Синьцзянский. Даже не губернатор, даже покрупнее. Потом по наводке НКВД в 30-х годах он там отсидел 6 лет в Китае. Ну, выпустили. Потом он опять стал еще крупным государственным деятелем. Был знаком с Мао Цзэдуном. Но потом сейчас великая культурная революция в Китае. Он 10 лет провел в лагерях на исправлении. Мужа было под 70 тогда. И тем не менее он все это выжил, выстрел. Умер он в 94-м году. Не так давно. Его, по-моему, 96 лет. Мурхан Шахиди Татарин, можно сказать, казанский урождеец, величайший государственный партийный деятель Китайской Народной Республики. Вот такое бывает. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok